Конечно, я горжусь тем, что именно русская историческая наука в конце XX века сделала наибольший вклад в развенчание этих мифов европейских о диких тартарах, которые вообще там где-то на краю света у входа в ад проживают и представляют собой грязных дикарей. Тут немножко отвлекусь, поклонники великой тартарии, которые манипулируют картами разными, по-моему, даже не отдают себе отчет, что в Европе, которая придумала эту кличку Тартария, Тартар, и кроме Европы этой клички нигде больше не было, никто так себя не называл и даже соседей своих так никто не называл. Так вот, для европейцев это была уничижительная, презрительная кличка. Великая Тартария, Тартар это ад, это там рядом с адом, а татары, соответственно, черти и воевать с ними самое богоугодное дело, и это вообще не люди. Но об этом же никто не думает у нас, она же любит подхватывать какую-то идею, волочить ее, примеряя на себя, даже не задумывая, что она для другого совершенно создана, для того, чтобы оскорбить и опорочить человека. Так же, как вот одежды клоунов в цирке или официантов в ресторане или трактире. Почему официанты одевались как клоуны? Потому что они должны выглядеть не как люди, чтобы их можно было так... Человек, подойди сюда, давай ко мне, принеси сюда! И так далее. То есть обращаться с ними можно было не как с людьми. К сожалению, такие приемы психологической войны проглатываются, не жуя некоторыми, не очень образованными и умными нашими зрителями и читателями. И потом все это тащат, распространяют по всему интернету. Это печально.